Без больших торговых площадей сейчас не обходится, пожалуй, ни один населенный пункт. А в Десногорске продуктовые магазины представлены несколькими крупными торговыми сетями. Ритейлеры гармонично вписались в городской микроклимат, что делает жизнь в городе еще более комфортной. Но соблюдать принятые правила благоустройства территории готовы, к сожалению, не все. Много такого соответствия безобразия. Потому что это мусор, трава, песок. Это в центре города. 27 июня глава Десногорска Андрей Шубин совместно с председателем административной комиссии Владимиром Исаевым и заместителем председателя общественного совета города Алексеем Тюриным, а также членами административной комиссии провели инспекцию первых торговых предприятий города. Инспекция или рейт чистоты в будущем станет регулярным мероприятием по проверке выполнения требований безопасности, чистоты и порядка. Они будут представлять собой реальную помощь муниципалитету по осуществлению контроля за соблюдением правил благоустройства. Нередко предприниматели забывают о том, что нахождение на территории города – это не только прибыль, но еще и ответственность, которую нужно выполнять. Пока просто производим замеры на соответствие высоты травы просто правилам благоустройства, требования к содержанию участка. Инспекцию провели без предварительного оповещения, чтобы объективно оценить будничное рабочее состояние торговых площадей. Готовы к этому были далеко не все. Разбитые двери, мусор, заросший травой участок у торгового объекта – такая неприятная картина встретилась почти у всех крупных торговых магазинов. Зимой снег, лед, летом трава, мусор, ну и соответственно внешний облик здания. Штрафы на юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей. Немалая цена за пренебрежение правилами благоустройства. Штраф полагается злостным нарушителям, то есть тем, кто не устраняет нарушения даже после проверки. Сегодня же инспекция носит профилактический, а не карательный характер. Но в следующий раз предупреждений не будет. Мы подготовили вам памятку, чтобы вы ее получили еще раз ознакомить. В первой веселье вручить надо памятку об ответственности и об условиях выполнения правил благоустройства. Практика показывает, что управляющие торговых площадей не всегда помнят об ответственности не только за качество продаваемого товара, но и за соблюдение правил благоустройства. Информация очень полезна и важна для нас. И мы в будущем будем стараться соблюдать все правила и соблюдать территорию магазина в надлежащем виде. Цель сегодняшнего рейда – оценить, как владельцы предприятий торговли на практике выполняют, знают. А если не знают, еще раз им напомнить требования правил. Ну и, конечно же, выдать памятки. Удалось ли убедить торговые объекты в необходимости соблюдения правил, покажет время. Олег Столовьев, Юлия Соболева, Светлана Розганова, Десна ТВ.